Девушки отдыхают А ты, Карыч, столько всего повидал, перепробовал Может, подскажешь, Биби, кем ему стать? Хм, а вы не думали, молодой человек, о карьере художника? Это прекрасно, но вряд ли Ему ближе точной науки Хм, тогда, возможно, музыка У гармонии весьма строгие правила Вы могли бы стать звездой Компрессия! Тебе же всегда нравились звезды А современная аэрокосмическая индустрия необъятна Можно проектировать и запускать самолеты Ракеты, спутники, многоразовые пилотируемые корабли И даже космические станции А можно обрабатывать данные, которые передают эти аппараты И обращать их на пользу людям В этой индустрии сейчас сосредоточены самые передовые технологии Конечно, надо многому научиться Но уже сейчас, например, можно сходить в детский технопарк И там попробовать себя в профессии Поговорить с теми, кто уже там работает И даже встретиться с космонавтами И если тебе понравится и будет получаться Ты сможешь стать, например, инженером Спроектировать и запустить свою ракету Новую, одноступенчатую Полететь за пределы Солнечной системы И на ней же вернуться назад Ты сможешь в буквальном смысле достигнуть сооблачных высот Ну как, попробуем? Ты хочешь прямо сейчас посетить детский технопарк? Ну что ж, пойдем Ой, спасибо, Карыч Ты очень нам помог Я знал, кому идти Да, Биби? Всегда пожалуйста, друзья Был рад помочь Приходите еще По любым вопросам Да говорю тебе, надо построить небоскреб Прилетят Пинсби Привезут туристов инопланетных А у нас тут, ого! Да зачем вам небоскреб? Им нужны бунгало, чтобы отдохнуть Небоскреб круче выглядит Бунгало будут лучше смотреться Друзья мои дискутирующие Можно же легко проверить, как это будет выглядеть Как? При помощи технологии дополненной реальности Технологии дополненной реальности Позволяют создать на компьютере И добавить к окружающему нашу миру Или даже к нам самим Дополнительную информацию Надписи, изображения и так далее Чтобы увидеть эти дополнения Нам нужен экран Например, смартфона или планшета Через который мы будем смотреть на мир Или же специальные очки На линзы которых будет выводиться Нужная информация Объекты дополненной реальности Могут быть связаны с каким-то конкретным типом других объектов Например, нашими лицами Плоскостями Или даже точкой на карте Так скажем, мы можем примерить на себя Образ римлянина А потом навести экран на колизей И посмотреть, когда он был построен И как выглядел до разрушения Так что я тут прикинул Вот так будет выглядеть наш пляж С небоскребом Ого! Это ж такая тень от него будет И толпа людей Хм! А я говорила Этак у нас от линии горизонта Ничего не останется Все закрыто А еще я прикинул Как будет выглядеть наш пляж Если на нем Соберемся мы Ого! Это ж мы! Давай, давай, давай! Хоп! Опа! Хоп! Эх! Жаль, Пинс, Биби Не могут сейчас увидеть наш пляж А чего же? Могут Привет, земляне! Мы как раз сейчас Прогуливаться по вашему пляжу У нас тут всегда рассвет Да-да Они видят наш пляж Целиком в виртуальной реальности Но это уже другая история Разве можно делать для Фройленд Хороший подарок Из микросхем? Все зависит от дизайна Дизайн? Что значит дизайн? Оформление Ах! Какая прелесть! Ну, что я говорил Дизайн – это сила Багаж А не мог быть и для меня Тоже делает дизайн Это очень хорошая и многофункциональная машина Но она никому не нравится Потому что некрасивый Ну, что-нибудь придумаем Только послушайте Здесь написано Наш Пин получил приз на технической выставке За самый полезный и красивый аппарат Нисколько не удивлен Я ведь сам делал дизайн для его машины Правда? Ой, Бараш А можно с тобой посоветоваться? Можно Где ты так научился? В детском технопарке Бараш, в технических характеристиках я уверен Ну, вот внешний вид Алло Нюшенька, ты только послушай У него легкая копыта Он знаешь, какую красоту делает Рекомендую Бараш Компетка Спасибо, Бараш Спасибо Друг мой одаренный Вы ведь и в архитектуре разбираетесь Правда? И к чему все это? Не пойму Дружище Как же ты не понимаешь Дизайн украшает мир вокруг нас От этого мы и сами меняемся в лучшую сторону Ну, не знаю, не знаю Антону Я лично никаких перемен у себя не заметил Как скажешь, дружище Как скажешь Ну, можно, я только к ежику схожу Мы осторожно Исключено А вдруг кто-то из вас чихнет Эй, все Я так больше не могу Я уже во все игры переиграл И я Мы могли бы меняться игрушками Но как это сделать, если ходить в гости нельзя? Алло Меня слышно? Вообще, это способ есть Это какой же? Беспилотный летательный аппарат С конца девятнадцатый век После того, как люди научились использовать электричество и радиовольны Появилась возможность и создавать машины, управляемые издалека Долгое время их использовали практически исключительно в военных целях Например, для разведки Но в двадцать первый век широкое развитие получила и гражданская беспилотная авиация Сейчас автономные или радиоуправляемые беспилотные летательные аппараты Или, как их еще называют, дроны, то есть трутни Используются повсеместно От видеосъемка до доставка посылков И сейчас, и в будущем будет очень много профессий Связанных с их созданием и использованием Только вот управлять у меня не очень получается Может, у Кроша лучше получится Так это ж как в компьютерной игре А ну-ка, ёжик, принимай Да, сист фантастич, Крош! Ты как будто всю жизнь им управляль Ну, в каком-то смысле Это талант Подумай, может тебе стать оператором дронов Я подумаю А учиться можно начать прямо сейчас в технократе А вот вам колченого А я срежу Вот так Получите Вот Нет-нет, я очень занят Что такое? Друг наш занятой А на чём вы так сосредоточены? Если не секрет Знаний набираюсь Вдохновения ищу Для поэзии Знаете, сколько в мире всего важного и интересного? А времени нет Вот я и вынужден Одновременно слушать Читать И ни на что не отвлекаться Стихов-то написал Ну, пока что не очень У меня времени не было Мне кажется, вам нужен кто-то, кто поможет Разобраться с этим бесконечным потоком информации Количество знаний в современном мире Поистине колоссально И оно постоянно растёт Со всё увеличивающейся скоростью Поэтому пытаться узнать всё и обо всём Без всяких ориентиров Это просто безумие Можно просто утонуть В этом море информации Поэтому уже сейчас А особенно в будущем Очень востребованной станет профессия Наставника в информационной среде Это опытный человек Который, в отличие от учителя прошлого Не просто передаёт ученику свои знания Но помогает ему искать их самому Подсказывает, что и где лучше посмотреть И ограждает от лишних данных Мне кажется, какой-нибудь мудрый знаток искусств Смог бы вам помочь Прямо всё! Всё! Всё-всё! Я уверен, что информации в твоей голове Сейчас уже более чем достаточно Так что теперь надо просто дать ей там Немного утрястись И посмотрим А можно я быстро посмотрю, как называется? А то я не знаю Теперь всё от меня закрыто А может, я уже не тот Стою тут, будто бы у новых ворот Карыч! Получилось! Ай-яй-яй-яй-яй-яй Но нельзя же всех лечить одинаково Ох, боже мой! Что случилось? Ещё парочку! Морковка, перебор Да Я же говорил Не первый день знакомых У меня давно всё подсчитано Если соблюдать умеренность То всё нормально Но стоит пересечь черту Ах, но без морковки грустно Друг мой предусмотрительный Это феноменально! А вы не думали стать IT-врачом? Каким-каким врачом? IT Это профессия на стыке медицины И информационных технологий Благодаря современным научным достижениям И новым методам обработки данных У нас появились возможности Собирать и анализировать Огромные массивы информации И на их основе давать не общие А индивидуальные рекомендации По поводу здоровья Благодаря метким наблюдениям Вы многое узнали о своём друге И можете ему помочь А теперь представьте Если бы вы стали врачом И знали ещё больше Об организмах каждого из своих пациентов Вы бы смогли дать им Очень точные Именно для них составленные рекомендации И значительно улучшить Качество их жизни А это что? Это такая игра Игра? Ага, попрыгай Есть Ого, морковка Я выиграл морковку Награда за активность Если будешь выполнять все задания Получишь много морковок Класс А ну-ка Ай, молодца Ура, ещё одна Феноменально, коллега Геймификация в медицине Прекрасная идея Ещё одна Так наш крош Будет и физически активен И в прекрасном настроении А ведь это главное Как говорили древние Гармония здорового тела И здорового духа Ещё одна Карыч, дело есть Очень кстати Я тут в общем Нарисовал не уж и открытку Прекрасно Прости, но мы Но я ей уже такие дарил Ты же талант Ну подскажи, как сделать её в оживлении А вы не хотите её санимировать? А как это? Хм А вот так Идёмте Люди давным-давно Пытались оживить Неподвижные картинки Заставить их двигаться При помощи разных Хитрых приёмов Так что можно сказать Что анимация И искусство Очень древнее Но именно в последние годы Технологии продвинулись Так далеко вперёд Что теперь Разного рода мультфильмы Окружают нас Буквально повсюду Сегодня целые команды Специалистов Разных профессий Сценаристы Художники Режиссёры Аниматоры Видеоинженеры А в случае трёхмерной анимации Моделеры Осветители И много кто ещё От программистов До композиторов Вместе создают мультфильмы Но в основе всего Лежит искусство одушевления Ведь так и переводится Анимация Ну вот Отлично Не забудьте Остаточное движение Посмотрим Кажется неплохо А как это ей теперь отправить? Проще всего, думаю Выложить в облако Ну там сегодня ясно Я имею в виду Облачные технологии Очень просто Ну вот А теперь просто Отправьте ей ссылку По электронной почте Вы бы сходили В детский технопарк Вас там и не такому Научат Я в мультике Какая прелесть Барашник где? А ну иди сюда Большое спасибо Но мне пора Мультфильм в облаке Бараш на седьмом небе Вот до чего техника дошла Да Мультфильм в облаке Барашник Субтитры подогнал «Симон»